В январе красные отряды приблизились к Таганрогу, Ростову и Новочеркасску. В донских станицах рознь между казаками и нагороднями не достигла еще того напряжения, когда нужно браться за оружие. Дон еще лежал недвижим. Реденькие войска атамана Каледина под давлением красных без боя уходили с фронта. Красные нависали смертельной угрозой. В Таганроге восстали рабочие и выбили из города добровольческий полк Кутепова. Красный отряд урядника Подтелкова разбил и уничтожил под Новочеркасском последний атаманский заслон. Тогда атаман Каледин обратился к Дону с последним безнадежным призывом – послать казаков-добровольцев в единственное стойкое военное образование – в добровольческую армию, формируемую в Ростове генералами Корниловым, Алексеевым и Деникиным. Но на призыв атамана никто не отозвался. 29 января Каледин созвал в Новочеркасском дворце атаманское правительство. В белом зале за полукруглым столом сели 14 окружных старшин войска Донского, знаменитые генералы и представители Московского центра по борьбе с анархией и большевизмом. Большого роста, хмурый, с висячими усами атаман сказал с мрачным спокойствием. Господа, должен заявить вам, что положение наше безнадежно. Силы большевиков с каждым днем увеличиваются. Корнилов отзывает все свои части с нашего фронта. Решение его непреклонное. На мой призыв о защите Донской области нашлось всего 147 штыков. Население Дона и Кубани не только не поддерживает нас, оно нам враждебно. Почему это? Как назвать этот позорный ужас? Шкурничество погубило нас. Нет больше чувства долга, нет чести. Предлагаю вам, господа, сложить с себя полномочия и передать власть в другие руки. Он сел и затем прибавил ни на кого не глядя. Господа, говорите короче, время не ждет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова